Здравствуйте! Прямой эфир на телеканале продолжают вести Ульяновск. В студии Елена Гончарова и вначале коротко анонс выпуска. Навели порядок, помянули погибших. В Радищевском районе прошла акция гражданского примирения. Как раскрыть талант в каждом ребенке? В Музее народного творчества новая выставка. Хоккейный сезон открыт. Спортивный комплекс лидеров вновь открыл свои двери для любителей льда и коньков. В Ульяновской области ремонтируют транспортные артерии, строят дороги к предприятиям. В Сенгелеевском районе прокладывают путь к цементному заводу. На укладку асфальта выделено более 13 миллионов рублей. Мы находимся на автомобильной дороге межмуниципального значения. Подъезд к цемзаводу общей протяженностью 6,3 километра. На ремонт данной автомобильной дороги выделены деньги из регионального дорожного фонда в размере 13,3 миллиона рублей, что позволит отремонтировать порядка 4 километров дороги. По словам дорожного мастера Романа Решетнева, ремонт идет по графику. При строительстве дорожного покрытия вместо битума применяют битумную эмульсию. Она позволяет улучшить сцепление асфальтобетонной смеси к старому покрытию. Рабочие трудятся посменно с 8 утра и до 5 вечера. На данный момент задействована бригада в количестве 10 человек дорожного мастера. Техники, КДМки, трое катков, асфальтоукладчика, механизатором. Обновляем асфальт к цементному заводу. На всей дорожной сети поставят более 600 дорожных знаков и нанесут разметку. Работы планируют завершить до начала октября. На полях области продолжается уборка свеклы. С 46% площадей овощ собран. Промежуточные итоги подвели рекордсмены по урожайности прошлого года. Из Чердаклинского района репортаж Кристина Агафоновой. Мотор нового плуга не глохнет почти сутки. Сладкий урожай механизаторы собирают в несколько смен. Подсахарный корнеплод здесь отвели более тысячи гектаров. Сорта сплошь заграничные. Капризную культуру здесь щедро сдабривали азотосодержащими удобрениями и минералами. Плюс ко всему используем совместно с севом органоминеральные удобрения. То есть они способствуют более лучшему усваиванию минеральных веществ, которые находятся в почве. Вот поэтому получаются у нас такие неплохие результаты. А в соседнем фермерском хозяйстве на поле выпустили немецкую технику. Погрузчик сразу сортирует корнеплоды, очищает их от грязи. Это и потери уборочной компании сокращает. И время механизаторов экономит почти в пять раз. 20 вагонов сладкого урожая каждый день отправляют на сахарный завод. Из 20 принятых тонн на переработку отгрузили треть. На данный момент она удовлетворяет и свеклосеющие хозяйства, и сам сахарный завод. Содержание сахара выше 15 процентов. Это неплохой результат. Грязь где-то в пределах 7-8 процентов. Аграрии спешат завершить уборочную до первых морозов. Ожидает 65 тысяч тонн свеклы в середине ноября. На площади сахарной свеклы убраны на площади 46 процентов от запланированной. На данный момент урожайность составляет 280 центнеров с гектара. В прошлом сезоне в Чердоклинском районе побили рекорды урожайности. В этом году подвела погода, сетуют фермеры. С гектара собирают на 150 центнеров меньше. А вот наибольший воловой сбор по традиции у цельнинцев. Кристина Агафонова, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. За печью следить, костров не разжигать. В поселке Сельдь сгорел частный дом представителей администрации Ульяновска. Вместе с сотрудниками МЧС и добровольными пожарными решили пройти в очередной раз и напомнить горожанам, куда звонить в случае беды. Если бы вызвали раньше пожарную охрану, вполне возможно, что такого не случилось бы. От постройки по улице врача Сурова остался лишь обгоревший остов. Все произошло поздно вечером. Огонь с бани быстро распространился и буквально за считанные минуты одним домом в поселке Сельдь стало меньше. Предполагаемая причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем собственника дома в состоянии алкогольного опьянения. А вы знаете, куда звонить в случае беды? С этим вопросом сотрудники МЧС и добровольные пожарные отправились по частным подворьям поселка. Оказалось, тем актуальна. Стационарную телефонную связь сюда провести не удается, пожаловались местные жители. А как с мобильного вызвать спасателей или медиков, многие не знают. Добрый день, это Серов. Мы просто сейчас проверяем здесь у нас рейд пожарный. Просто показать, что по 112 можно всегда дозвониться до еды. Вы можете пожарных вызвать? Конечно. И пожарных, и медиков, и полицию. По единому номеру 112 с мобильного можно вызвать любую экстренную службу. Жителям поселка сотрудники МЧС раздали памятки с номерами телефонов. В рамках этих рейдов проводится профилактическая беседа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, в местах отдыха. Далее распространяются наглядные материалы, листовки, памятки. Важность профилактической работы никто даже не оспаривает. Это один из самых главных методов профилактики пожаров. Именно снижение данного количества, которое у нас имеется сейчас на территории муниципального образования города Ульяновска. Из сельди в садоводческие товарищества. По осени выросло число пожаров. Ульяновцы жгут листву, обогреваются печами и электроприборами. О безопасности многие забывают. Мусор, особенно с огорода, особенно мусор желательно не складировать. Все увозим назад у нас. Желательно увозить, не сжигать. Тележки, все туда увозим назад. А если что-то сжигать, то саратов поменьше. Ну понятно, мы следим все время. Сжигаем и все время до сих пор, пока не переговорит, тогда уходим. Ежемесячно сотрудники МЧС обходят частный сектор и дачные участки. Вместе с представителями власти и добровольными пожарными рассказывают, как обращаться с огнем и бытовыми приборами. Заодно проверяют товарищество на безопасность. Самая главная проблема – это заброшенные дачные участки, где вырастает трава, она высыхает и представляет собой угрозу для соседних участков. Ну и еще проблема – это не вывоз мусора. Причем мусор не вывозит тот, который может загореться. Еще пять рейдов запланировали инспекторы и власти на октябрь. Пройдут с повторной проверкой по дачам. Мусор за это время должен переехать на свалку, говорят ревизоры. Вас, Салфимова, Вести, Ульяновск. Более 1700 нарушений правил и 76 ДТП зарегистрировали госавтоинспекторы области за минувшие сутки. В результате 16 водителей задержаны пьяными за рулем. 8 человек получили травмы. Подробнее об авариях с пострадавшими нам рассказала Наталья Сабанова. 24 сентября в 14 часов 50 минут на проспекте авиастроителей 29 Заложского района города Ульяновска. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ Приора совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход 1989 года рождения госпитализирован. В 22 часа 40 минут на улице Кузоватовская 42 Засияжского района города Ульяновска. По предварительной информации водитель мопеда Альфа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-2112. В результате происшествия водитель мопеда 1984 года рождения обращался за медицинской помощью, отпущен домой, назначен на лечение. К другим темам. В Радещевском районе прошла акция гражданского примирения. Ее провели жители Ореховки. Поводом послужила круглая дата – 80 лет с момента установки памятника погибшим красноармейцам. В гражданскую войну здесь были кровопролитные бои. Как выяснилось позже, убитых как белых, так и красных хранили в общей могиле. На ее месте позже воздвигли монумент. Первоначально был приказ выбросить тела белогвардейцев в овраг. И когда местные жители стали смотреть на эти тела, то они увидели православные кресты. Они были в православных крестах. И поэтому их воспитание не позволило местным жителям оставить этих людей в овраге. Во время митинга реквиума состоялась панихида по погибшим в ходе гражданской войны. Школьники и представители ветеранских организаций возложили цветы к подножию памятника. А накануне акция «Неравнодушные ореховцы». Но субботники сообща навели порядок возле монумента. Постильную помощь оказали и воины-афганцы. Пускай украинцы сюда приедут, вот сейчас посмотрят. У них же такая же вещь сейчас идет. Пускай они сюда приедут, посмотрят на этот памятник. И у них так же будет. И 20, и 50 лет пройдет. И они, может, будут такие же вещи делать. В ходе акции местные краеведы принесли экспонаты. Это гильзы от снарядов, патроны и пулеметные ленты. А старшеклассники местной школы отстояли сменную вахту возле памятника. Вынужденных переселенцев из Украины посетили работники 31-й библиотеки. Их детям рассказали о достопримечательностях Ульяновска и показали кукольный спектакль. В городе Ульяновске. Ой, несет меня леса за дремучие леса, за гору высокую, за реку широкую. Городские библиотеки работают с маленькими беженцами уже более месяца. Проводят различные мастер-классы, устраивают чтение книг вслух. Чтобы дети узнали много нового, интересного. Конечно, развлечения после школы детям помогают адаптироваться к нашей среде. Интересные конкурсные мероприятия, игры. Пока родители оформляют свои документы, дети находятся здесь вместе с библиотекарями. Родители маленьких переселенцев считают, что эти мероприятия очень здорово помогают их детям адаптироваться на новом месте. Мы уже три месяца скитаемся, скажем так, не по своей воле. И дети, в принципе, они не могут расслабляться постоянно. Детям надо больше общения, детского общения. Это уже третье мероприятие, где дети сюда приезжали, тут и бальные танцы были. И они очень рады этому. И, конечно, сотрудники библиотеки оказывают помощь в пользовании компьютерными услугами. Например, переселенцы в библиотеках могут общаться по скайпу с родственниками и друзьями, оставшимися на родине. Сегодня в Ульяновском музее народного творчества открывается выставка творений детской студии декоративно-прикладного искусства «Художественная роспись по дереву». Игорь Рассадин о том, как раскрыть дар в каждом ребенке. Студия прикладного искусства открылась в предыка 1 мая около 30 лет назад. Руководитель Людмила Геннадьевна Судакова. Ее ученики лепят, рисуют и расписывают ткани. Занимаемся в основном росписью. Подготовительная группа у нас изобразительное искусство, а вот уже постаршие дети у нас расписывают. Для разнообразия, для того, чтобы не было нам так занудно заниматься росписью, мы еще занимаемся лепкой и батиком. Работы учеников Людмилы Судаковой выставлены во многих музеях города. Дети уже давно любят ее, как родную. Да, довольно-таки давно. Здесь я уже с четвертого класса, получается, 7 лет, как я нахожусь в этой семье, можно сказать. Это не просто коллектив, это действительно семья. Потому что Людмила Геннадьевна – это такой человек, который всегда тебя выслушает, поддержит, поймет и никогда не осудит. А если нужно, даст совет. У нас здесь мы не только рисуем, мы устраиваем посиделки, отмечаем праздники. На роспись приходит много одаренных детей. Причем талантливые ученики не только в живописи, но и в поэзии, и в театральном искусстве. Индивидуальный подход преподавателя позволяет раскрыть дар в каждом ребенке. Я нарисовала кота Василия для спектакля «Кошкин дом». То есть вы еще спектакль делаете, да? Да, и будем озвучивать героев сами. Первое мое стихотворение, которое написал в возрасте 5 лет. Птицы щебечут, водицы сверкают, береза стоит вся золотая. Осень пришла рукой, махнула, и краски свои микроспахнула. Слово дочь Людмилы Геннадьевны тоже закончила студию росписи по дереву. И сейчас учится на декоратора. Людмила Судакова благодарит руководство ДК имени Первого мая и администрацию за оказанную помощь в организации экспозиции. Сегодня в Музее народного творчества выставили лучшие работы воспитанников студии. Среди них нетрадиционная матрешка, мир моря, царевна лягушка и другие. Игорь Рассадин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Спортивный комплекс «Лидер» вновь открыл свои двери для хоккеистов и любителей. Тренировки на заволжском искусственном льду в этом сезоне начались с опозданием в целый месяц. Напомним, вся деятельность здесь прекратилась в связи с техническими неполадками. Перегорел кабель, связывающий здание с электроподстанцией. На устранение аварии из резервного фонда правительства выделили 776 тысяч рублей. Столько же добавило и управление спортивными сооружениями. Комиссия признала сети некачественными, сообщают руководители спорткомплекса. Они были некачественны, да, и укладка комиссии это все зафиксировала, узнала, как бы посмотрели все. Пришли к такому выводу, что нужно менять полностью весь кабель. Это там 16 у нас кабелей, вот расстояние от подстанции и до фоков. Выручила, конечно, нас Волга-спорт-арена, потому что сейчас в городе уже не один лед, а два льда. То есть какие-то тренировки проводили ребята и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой. Кроме маленьких хоккеистов, лед уже протестировали и фигуристы-любители. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам удачного дня. Оставайтесь на канале Россия.